Вопросов меньше не становится, однако на большинство из них за прошедший год появились конкретные ответы. Во Дворце культуры имени Костевича прошла традиционная уже встреча главы города Николая Юдина с жителями Ирбита. Одни приходили на прием к главе города и специалистам администрации по одиночке, другие – группами граждан, представляющими учреждения или целые жилые дома. Соответственно, и масштабы вопросов были разные – от личных до коллективных, касающихся сразу большого количества людей. Я пришла решить вопрос, нам нужно сделать проход с улицы Ленина на улицу Орженикидзе. Нас там совершенно нельзя пройти. Входят в основном пенсионеры, старушки с палочками и падают там на наших горках. И все. Я поговорила. Сказали, будет решено. Все нам сделают. И лесенку, и коручни. Я верю. Я верю этой администрации. И сейчас вот я главу поблагодарила за все, что он делает у нас в городе. Разительные перемены, и все сразу видно. Отличалось и количество обратившихся к тем или иным специалистам. За час проведения личного приема к кому-то с вопросами подошли три человека, к кому-то и все десять посетителей. Вопросы, они абсолютно разноплановые. Я считаю, что это небольшое количество, поскольку все решается у нас в рабочем порядке. Приемные дни, часы. Так что нет вопросов особых-то таких сложных. Все в текущем порядке мы разрешим. Назначили время, когда они придут, и порешаем вопросы их. Ну а самые большие вопросы, касающиеся уж если не всего города, то жителей целых его микрорайонов, обсуждались в зале. Основные изменения в жизни города – инвестиционные программы предприятий «Ирбита», планы на год предстоящий. Но из зала одним из первых вновь прозвучал вопрос качества водоснабжения в южной части города. Ведутся работы по выкупу в муниципальную собственность объектов, то есть скважин и сетей частного предприятия «Оводоканал «Ирбит» и закрепления в будущем за нашим муниципальным унитарным предприятием. После этого частично поселок Матозавода, дома будут переключены на водовод от хутора Володина. Я думаю, что сразу же почувствуется здесь и по давлению, и по качеству воды частично. После того, как разгрузятся скважины, также поднимется давление и на оставшихся домах. Ну и будем проводить работы по последующему, конечно, переключению. Волнуют жителей и состояние проездов у жилых домов, отвечая на вопрос, когда же власти займутся их ремонтом. Николай Юдин отметил, до тех пор, пока они все будут включены в территорию, отмежованную к многоквартирному дому. Городские власти не имеют права вкладывать в них ни копейки бюджетных средств. Уважаемые жители, пожалуйста, обращайтесь в управляющую компанию, проводите кадастровые работы, размежевывайте земельные участки и эти проезды передавайте в муниципалитет. Пока земля принадлежит и относится к многоквартирным домам, мы не имеем права ни одного бюджетного рубля туда вложить. Не потому что не хотим. Я каждый раз говорю, каждый раз, пожалуйста, сделайте, передайте в город. Мы примем, вот я при всех абсолютно говорю, никому не откажешь. И тогда у вас будет абсолютное право с нас спросить, а у нас будет юридическое основание, чтобы эти дороги отремонтировать. В общей сложности в рамках мероприятия было задано около 200 вопросов, на которые 116 посетителей смогли получить или разъяснения, или конкретные ответы. На всей территории Восточного округа я не встречал таких массовых встреч. Для меня это действительно новое, и мы сегодня увидели, что муниципальная власть, она открыта к людям. Юлия Берсинева, Владислав Бурулев, Павел Тимофеев, НТС РПИД.